Самарская среда Здравствуйте В Самаре проводится месячник безопасности детей Какие цели и задачи должно решить это мероприятие Сколько школьников примут участие в работе месячника Какие службы и ведомства помогут детям научиться безопасному поведению в школе и на улице В нашей студии Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара И Алексей Селезнев, заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Самара Мы работаем в прямом эфире Евгений Вениаминович, Алексей Владимирович, добрый вечер И я искренне рад вас видеть Добрый вечер Итак, начался учебный год, которого мы очень долго ждали Потому что лето было достаточно жаркое Достаточно, может быть, уже утомительное для нас всех Во время учебного года дети должны получать не только знания Они при этом должны сохранить самое главное – здоровье и жизнь В Самаре проводится месячник безопасности детей Вот какие цели и задачи перед ним поставлены? Зачем он вообще существует? Зачем он вообще создан? Наверное, я начну Значит, ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны Обеспечения безопасности, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах В период с 20 августа по 20 сентября проводится месячник безопасности детей Проводится он в общеобразовательных учреждениях городского округа Самара И главной его целью, наверное, является то, чтобы восстановить навыки безопасности Которые, возможно, были растеряны во время длительных летних каникул И напомнить учащимся детям о мерах безопасности Которые должны соблюдаться на улице, в быту, в школе Ну, просто вокруг человека И для того, чтобы как-то реализовать эту главную цель Есть еще и задача у этого месячника Какие должны мы решить Это, во-первых, осознание необходимости личной безопасности То есть ребенок должен ощущать себя в окружающей среде И понимать, что она часто бывает ворождебна к нему Потом это научиться правилам поведения в этой среде Самому уметь оказывать помощь самому себе Взаимопомощь Ну и, наверное, в том числе и какие-то знания у педагогического состава Подправить, что-то напомнить Как работать в этой ситуации с детьми И вообще, ну, наверное, вот все-таки главная цель и главная задача Это восстановить навыки безопасного поведения В любой обстановке Вот я обратил внимание, что два ведомства занимаются этим То есть управление гражданской защитой и департамент обзывания Вот, Алексей Владимирович, вы что скажете? Для чего этот месячник существует? Зачем он создан? Ну, в первую очередь необходимо Обучающимся старшего звена Напомнить о необходимости соблюдения правил Обеспечения жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности В том числе ежегодно К нам как в детские сады, так и в школы Приходят первоклассники В школы, в детские сады Новые воспитанники Соответственно, они уже вливаются в другой коллектив В другую среду Находятся в другом здании Естественно, детям необходимо Не только напомнить Но и рассказать о тех Возможных опасностях Которые могут их постерегать Как по пути в школу Так и непосредственно в здании образовательного учреждения Что есть определенные помещения Участки, куда детям не нужно ходить Не нужно какие-то там трансформаторные будки лезть То есть Детям именно напоминают о том, что Соблюдая те или иные правила Они обезопасят себя в первую очередь И учебный процесс будет продолжаться долго Без всякого перерыва Ну и, кстати, важнейший вот момент Действительно, Евгений Евгеньевич Что-то сказал Что напомните, кстати, и педагогам, учителям И о правилах Ну и, может быть, об ответственности Еще раз напомнить, что Дорогие педагоги, мы вас очень любим Но когда дети пришли к вам Ну, это в том числе Ваша зона ответственности Конечно, во время образовательного процесса В ходе нахождения ребенка В здании образовательного учреждения Вся ответственность за жизнь и здоровье ребенка Находится на плечах Руководителя образовательного учреждения И непосредственно педагогов Не только во время уроков Но и во время перерывов, перемен Для этого у нас во всех образовательных учреждениях Значаются ответственные дежурные администрации администраторы на каждом этаже здания, где они, соответственно, следят за дисциплиной, чтобы воспитанники и ученики, ну, как минимум, не бегали в коридорах. Ну, они бегали не слишком быстро, скажем так. Ну, скажем так, да-да-да. Вот, и не представляли угрозы как для себя, так и для окружающих, потому что порой один ребенок бежит, сносит с ног второго. Это достаточно тоже часто встречающаяся ситуация, поэтому педагоги непосредственно следят за дисциплиной во время образовательного процесса. В том числе в ходе месячника мы и педагогам напоминаем о правилах безопасности не только для обеспечения безопасности обучающихся, но и сотрудников учреждения. У нас в ходе месячника проводятся мероприятия по отработке практических навыков поведения во время чрезвычайных ситуаций, как правильно самообладание сохранять, в случае возникновения эвакуации. То есть мы на практике детям рассказываем о том, что куда им идти, чтобы они уже, ребята, понимали, что им нужно выйти в коридор, пойти на правую лестницу и спуститься, выйти на улицу, либо налево, чтобы не было паники, и все прекрасно знали и понимали, кто куда идет. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, он как раз посвящен этой теме, и затем мы продолжим нашу беседу. Сюжет небольшой. Первое сентября во всех российских школах принято начинать с поздравлений, праздничных линеек, встречи с одноклассниками и преподавателями. Но по новой сложившейся традиции этот день в учебных учреждениях также знаменуются открытыми уроками, на которых вспоминают о безопасности. Сегодня во всех школах проводится всероссийский урок безопасности. В день знаний, в первый учебный школьный день очень важно проговорить с ребятами обо всех вызовах, которые ожидают их в нашей бурно меняющейся жизни, обо всех аспектах безопасности. Специалисты различных российских ведомств рассказывают учащимся о безопасности на улице, на проезжей части и даже в школе. Уделяют внимание информационной безопасности, а также противоковидным мерам, которые нужно соблюдать в условиях пандемии, чтобы уроки проходили в привычной очной форме, а не дистанционно. Главное, чтобы дети умели не только чувствовать себя защищенными, но и быть уверенными в своих действиях. То есть, если с ними, не дай бог, что-то случается, они должны уметь произвести правильные действия, которые приведут к тому, что опасность их минует. Уроки адаптированы под разный возраст школьников, поэтому информация доступна каждому учащемуся. Уважаемые гости, вот мы посмотрели сюжет, а какие службы и ведомства участвуют в этом месячнике, и с кем вы сотрудничаете еще? Ну, я, наверное, скажу о том, что мы, как Управление гражданской защиты, аккумулируем всю информацию по месячнику безопасности детей. Скажу, что перед месячником безопасности проводится еще ряд мероприятий, которые позволяют качественно проводить эти мероприятия. Это такие, как какие-то организационные совещания. Вот так у нас 12 августа в преддверии месячника прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором всем руководителям всех ведомств, организаций были поставлены задачи для подготовки территорий, территорий, прилегающих к школам, к детским садам, чтобы обеспечить безопасность и на подходе к образовательному учреждению вообще обеспечить безопасность в городе. Были проверены все пешеходные переходы в районе школ, как работают светофоры, как подготовленная дорога к детским садам, чтобы она была безопасной, чтобы было освещение на этих участках. То есть эти все... Ну, как раз, я хотел задать это здорово, чтобы было светло ночью. Чтобы было светло, да, в темное время суток. А этим занимаются очень многие. Этим занимаются и органы внутренних дел, как полицейские, так и сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность на дорогах. Потому что не секрет, что детский травматизм на дороге – это беда. Это большая беда. Да, это большая беда. И вот соблюдение правил дорожного движения, напомнить детям о выполнении этих правил, что это сбережет жизнь и здоровье, это, наверное, тоже одна из главных задач этого месячника в том числе. Также работают представители ГИМС, которые все-таки, мы говорим еще о безопасности на воде. Это Государственная инспекция маломерных судов, мы просто для зрителей расшифруем, да. Ну, в том числе, напоминаемые правила, еще теплое время, и, возможно, оно вернется, вода, водоемок еще теплая. Вода еще теплая, да. Поэтому все аспекты безопасности должны быть застрены, об этом необходимо говорить, и эту информацию доводить до детей, до обучающихся. Алексей Владимирович, вот вам слово тогда, вот кто еще, кого привлекается? В тесном контакте, в департамент образования, все муниципальные образовательные учреждения у нас работают с сотрудниками ГИБДД. У нас не только в период месячника по безопасности, но и в период всего учебного года, и в том числе в летний период, когда у нас идет оздоровительная компания летняя, мы проводим множество профилактических мероприятий. Традиционно 1 сентября у нас прошло мероприятие в автогородке, в парке имени Юрия Гагарина, где мы вместе с сотрудниками ГИБДД провели обучающие семинары для учеников. В автогородке у нас дети могут почувствовать себя не только как пешеходы, участниками дорожного движения, но и непосредственно как водители. А вот это важный момент, чтобы понимали, вообще в чем разница. Да, да, потому что в этом парке есть полная имитация дорожного движения, то есть светофоры, пешеходные переходы, всевозможные знаки дорожного движения. И они уже, вставая там на механические самокаты, выступают вроде водителей, а, соответственно, другие дети в роли пешеходов. И они уже друг к другу в соответствии с правилами дорожного движения моделируют ту или иную ситуацию. То есть это очень важно для детей, чтобы они понимали, как может повести себя водитель в той или иной ситуации, и как может повести себя пешеход. Механику вообще вот этого процесса. Да, да, да. Вот. Ежегодно у нас реализуется и проводится областной конкурс «Безопасное колесо» на знание правил дорожного движения. И что отрадно, муниципальные образовательные учреждения занимают призовые места в областном этапе. То есть данная работа проводится очень активно, и дети с большим интересом участвуют в данных конкурсах, потому что они не только помогают изучить правила дорожного движения, но они очень достаточно творческие. Здесь дети очень творчески подходят к подготовке, и результат, конечно, налицо. А, кстати, сколько вот детей участвует вот в работе месячника, и сколько детей, ну это, наверное, тогда вот даже вам вопрос, и сколько детей участвует, вот, например, вот в этом мероприятии «Безопасное колесо», потому что я как водитель, например, ну и пешеход одновременно, естественно, и родитель, ну и для меня этот вопрос, например, очень важен, потому что, ну это действительно большая проблема. Вот сколько детей участвует в «Безопасном козлисе» и вообще в этом месячнике? У нас в этом конкурсе участвуют все учреждения, но, естественно, не все выходят на призовые этапы. Ну, понятно. Потому что идет обороченный тур, и, соответственно, отсеиваются те или иные учреждения. У нас участвуют не только школы, но и детские сады, да, школьники. Ага, вот так. То есть в каждой школе у нас созданы и функционируют отряды юных инспекторов дорожного движения, то есть где ведется эта профилактическая работа. В «Безопасном колесе» у нас на областной этап вышло порядка четырех учреждений на область уже. То есть выиграли по городу и перешли на область. И, соответственно, там заняли призовые места. Не все. Три места, одно из них был наш. А вот в месячнике безопасности сколько будет детей участвовать? Ну, уже поучаствовал и будет участвовать? У нас участвуют, естественно, все дети, мы никого не можем обойти стороной. Ну да, то есть классные часы и так далее, да? Конечно, конечно. Вот у нас 1 сентября проводился общероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности. В данном уроке у нас приняло больше пяти тысяч обучающихся школ и воспитанников детских садов. Во всех остальных учреждениях в 1 сентября, 2 сентября были проведены уроки классные часы на тему безопасности жизнедеятельности, где непосредственно уже педагоги детям напомнили о всех необходимых правилах, которые необходимо соблюдать. Вопрос важный. Чему будете учить? И как? Какие мероприятия будете проводить? И как сделать эти мероприятия такими, чтобы они были детям интересны? Ну, потому что, понятно, молодежь, она всегда склонна где-то к риску, где-то к позе к излишней. Ну, и сейчас ее заинтересовать-то сложнее. Итак, вот, для начала, чему будете учить? В первую очередь... Потому что месяц срок большой. Конечно. В первую очередь, еще раз повторюсь, это безопасность дорожного движения, потому что детский дорожный травматизм это одна из самых больших проблем на сегодняшний день, потому что с начала нового учебного года резко увеличивается количество детей на дорогах и увеличивается количество транспорта, как все это мы замечаем. Ну, конечно, потому что их результ. 1 сентября в городе начинаются пробки, на всех перекрестках дети, и, соответственно, мы уже стараемся ребятам объяснить, что прежде чем перейти дорогу, нужно посмотреть на сигнал светофора, посмотреть по сторонам. То есть элементарные правила, которые прописны истинно, все мы их прекрасно знаем, но, к сожалению, не всегда мы доносим до своих детей, что необходимо их соблюдать. И в первую очередь, это хотелось бы обратиться даже к родителям, что родители – это тот ценностный ориентир для ребенка, который покажет на своем примере, как нужно себя вести. То есть покажите ребенку, где правильно перейти дорогу, как правильно перейти дорогу. Разработайте с ним безопасный маршрут, чтобы, когда ребенок пойдет один в школу, он узнал, что нужно идти по этой дороге, что здесь наименьшее движение, здесь есть светофор, здесь есть пешеходный переход. У нас в каждом учреждении, общеобразовательном, разработан паспорт маршрута в школу. То есть как в школу, где безопасные переходы. Этот паспорт у нас согласован с ГИБДД. Естественно, родители тоже при всем своем желании могут ознакомиться с ним. То есть он довозится, его можно узнать и уточнить. Конечно, конечно. Время темно уже. Вот. И это все на самом деле работает и помогает в жизни. Кроме дорожной безопасности, что еще? Это, конечно же, поведение в чрезвычайных ситуациях, во время образовательного процесса. То есть, как я уже повторюсь, детям рассказывают о том, что необходимо делать в случае возникновения пожаров, срабатывания автоматических систем пожарной сигнализации, как правильно себя вести в случае эвакуации. Элементарные правила использования электроприборами. Потому что зачастую дети тоже пренебрегают ими. Да, я еще добавлю. Вот мы в рамках программы пожарной безопасности разрабатываем различного рода наглядные пособия. Вот в этом году подготовлен большой объем, скажем так, раскрасок в развлекательной форме, которая доводит правила пожарной безопасности. Но это, конечно, больше касается дошколят и учеников первых-третьих классов. А, кстати, ведь это самый важный возраст, когда закладываются эти навыки и модель поведения вообще закладываются. Совершенно верно, да. И мы тесно взаимодействуем с департаментом образования, передаем им этот раздаточный материал, чтобы в игровой форме можно было провести какие-то вот эти в рамках игры, на классных часах или в продленке когда-то, или раздать детям, чтобы они сделали в качестве домашнего задания там по две, по три странички. Там в игровой форме, в стихах все эти вот правила пожарной безопасности в быту очень хорошо представлены. Ну, что касается, наверное, детей постарше, вот в этих мероприятиях, в открытых уроках принимают участие в том числе и поисково-спасательная служба Самарской области, поисково-спасательный отряд сотрудники, которые рассказывают детям о работе спасателей, о том, какие могут быть риски, как на это реагировать. Кроме этого, есть у нас студенческий спасательный корпус, студенческий спасательный корпус на территории городского округа Самара. Их сотрудники работают. Я, кстати, не знал, интересно. Да, кроме этого, мы проводим на базе нашего поисково-спасательного отряда день открытых дверей, где школьникам показываем оснащение нашего отряда, работу. Ну, в том числе, наверное, и доводим меры безопасности какие-то вот. И, наверное, популяризируем работу свою, работу спасателей. Может, кто-то заинтересуется. Конечно, работа благородная. Да, и будет этим делом заниматься. Кроме этого, у нас еще есть курсы гражданской обороны, где все риски рассмотрены. Тоже проводим день открытых дверей, приглашаем школьников, приглашаем студентов профильных вузов, это политехнические, которые выбрали своей профессией, защиту населения. Но, тем не менее, практику они проходят и смотрят, как это организовано в практических муниципалитетах на нашей базе. Уважаемые гости, вот мы здесь с вами, все взрослые люди, мужчины, с определенным уже опытом, жизненным бэкграундом, как сейчас говорят. Вот по вашей оценке, знаете, и человеческой, и профессиональной, вот как научить детей осторожности в опасных местах? Опасные места мы все, в общем, себе так или иначе понимаем. Вот ваше личное мнение, это я сейчас не беру даже занятия вот в школе, вот этот месячник, потому что месячник – это замечательно, он начнется и закончится, вы и дальше будете. Но это же вопрос, вы правильно сказали, вот Алексей Владимирович, что это надо постоянно заниматься. Итак, вот как научить детей осторожности в опасных местах? Ваше мнение, вот как родителей, мужчин, экспертов? Это только родители? Это родители. В первую очередь это семья, наверное, с младенчества и там с того момента, когда ребенок начинает разговаривать, ходить, он должен понимать, что он может удариться об угол, он может свалиться с подоконника. Ну да, если удариться, то это еще может быть не страшно, вот если свалился с подоконника, это может быть уже… А потом, конечно, это вот те мероприятия, которые проводятся и на уровне муниципалитета, вообще на уровне государства. Так или иначе, мы все равно всегда должны думать о собственной безопасности. И, наверное, только комплексный подход, когда это и семья, и школа, и детский сад, и просто вот информационный фон должен постоянно напоминать о том, что берегите себя, берегите здоровье, и тогда будет обеспечена безопасная жизнедеятельность. Тут вы знаете, какая штука? Может ли школа, может ли ваше ведомство, ну, скажем так, если хотите переломить семью, потому что когда я подхожу к пешеходному переходу, регулируемому пешеходному переходу, где есть светофор, светофор включается с помощью кнопки, и я вижу картину, когда пожилая женщина, явно с внучкой, на красный свет, она не нажимает эту кнопку, она смотрит по сторонам, видит, что машина вроде бы нет, и она хватает эту девочку маленькую и тащит ее по дороге. И вот, понимаете, после этого, как девочке, когда она подрастет, она очень маленькая, ей там буквально года 3-4, как ей объяснить, что все-таки дорогу нужно переходить на зеленый свет, и можно ли это сделать, потому что вот я, например, сомневаюсь. Ну, а я хочу сказать, если позволите, о том, что, наверное, наша работа, работа в детском саду, работа в школе, если до ребенка будет это доведено в нужной форме, может быть, он, наоборот, бабушку остановит, в следующий раз, когда она подрастет, придя из школы, скажет, бабушка, давай подождемся зеленого цвета, светофора. Да, вполне возможны и такие варианты. Поэтому мы, думаю, не должны останавливать эту работу. Нет, останавливаться нельзя, но вот этот важный вопрос, потому что, когда родители ведут себя соответственно... В любом случае результат будет на подсознании любого ребенка, если мы ему об этом будем говорить, он все-таки что-то отложится и в какой-то момент, как вот это что-то щелкнет в мозгах, и, наверное, он задумается о своей безопасности. Но, конечно, вот начало закладывания этих навыков, конечно, это семья. Ну, безусловно, Алексей Владимирович, вы хотели что-то сказать? Ну, вот мне хотелось бы сказать по поводу того, как родители преподносят для своих детей те или иные правила и необходимости их соблюдения. Если они пренебрегают этим, то вот в момент, перед тем, как пренебречь теми или иными правилами, вот пусть каждый родитель закроет на минуту глаза и просто подумает, а что, если вдруг произойдет... Не дай бог. Не дай бог. Даже не будем дальше сейчас фразу продолжать, но не дай бог. И вот, может быть, тогда у человека как-то щелкнет что-то. Да, действительно, я лучше подожду. Я подожду 15 секунд, но зато у меня будет все в порядке, и я дойду до того магазина, в который я шел, дойду до той школы, до которой я шел. И тогда родитель уже сможет донести до ребенка ту информацию, которую необходимо донести в том русле, которая необходима. Мы также и педагогам об этом говорим, что дети — это ваше все, это наше все. И мы должны на собственном примере до каждого ребенка донести, что нельзя делать то-то, нельзя ходить там, что это может привести к определенным последствиям негативным. И если просто этого не делать, то все конкурсы замечательные, все конкурсы рисунков, различные тренинги, викторины, они просто не будут нести той полной силы, которую должны нанести. И здесь вы хотели что-то сказать? Да, я хотел дополнить, что как раз во время месячника и родительские собрания проводятся с привлечением сотрудников и МВД, и сотрудников Главного управления МЧС России. И, может быть, картинки им страшные надо показывать и рассказывать, чтобы понимали, как это выглядит. Вот это все доводится до них, эта информация для того, чтобы было воздействие на ребенка, на обучаемых с двух сторон, со стороны семьи, со стороны образовательных учреждений. И, кстати, вы знаете, какой важный момент? Вот вы сказали безопасное поведение в пространстве, умение ориентироваться. И я вспомнил, когда-то моему сыну тренер сказал замечательную фразу «ощущай себя в пространстве, понимай, что вокруг тебя происходит». Я ему тогда был очень благодарен за эту фразу. То есть, если ты бежишь по залу, ты должен понимать, что вот там есть подоконник, и он выступает, здесь есть лавочка, и надо успеть перепрыгнуть, здесь там есть угол, и так далее, и так далее. Вот это тоже очень важный момент, вот этому научить детей, понимать, что все твои действия, они имеют последствия. И ты должен эти последствия, ну, попытаться хотя бы научиться предсказывать. И минимизировать какие-то риски, которые могут возникнуть, так же, как посмотреть наверх, когда сосульки висят, обойти это место, не наступить на люк канализационный, который может быть не закреплена крышкой. Или хотя бы посмотреть для начала на него. Это те навыки, которые, как правило, уже приобретают с течением жизни взрослые люди, но они их приобретают, набивая шишки определенные. А вот не хотелось бы, просто шишки иногда бывают кровавые. Хотелось, чтобы наши дети учились на чужих ошибках. Ну, или хотя бы шишки не были такие вот болезненные. Вот это важный момент. Уважаемые эксперты, вопрос сложный, вопрос тяжелый, тем не менее, не могу не задать. Вот как уберечь детей от взрослых, от взрослых преступников? Вы понимаете, о чем я сейчас говорил, вот начало этого года выдалось сложным. Вот как их научить еще вот этому? Чтобы они не всем взрослым доверяли, чтобы они, ну, думали перед тем, как с каким-то взрослым общаться. Вот ваше мнение. Потому что это тоже важнейший элемент безопасности детей. Сложно с вами не согласиться, наверное. Мне кажется, что здесь вот опять комплексный подход к этому вопросу. Ну, во-первых, это с малых... Нельзя, конечно, говорить ребенку, что все вокруг плохо, в темном цвете. Нет. Но быть осторожным, не брать у незнакомых людей какие-то угощения, понимать, что нельзя с незнакомцем идти никуда. И при необходимости кричать, звать на помощь. Об этом много говорят. Говорят из федеральных каналов, и наше телевидение региональное об этом говорит. Но и об этом нужно говорить. Да. Об этом нужно говорить, об этом нужно предупреждать. Ну, и еще, наверное, немаловажным фактором будет то, если ребенок увидел какую-то несправедливость, заметил какие-то нарушения, чтобы не держали это в себе, а делились этим со взрослыми, и тогда, наверное, оперативно смогут отреагировать и органы полиции, и другие структуры. А для этого должно быть доверие между ребенком и родителями? И родителями. Потому что, наверное, по-другому вот этого невозможно добиться, потому что, если ребенку незнакомый человек что-то дает, ребенок это берет и сохраняет в тайне, то вот тогда-то и начинается вот эта дорожка, к сожалению, очень опасная. Совершенно верно. То есть мы, собственно говоря, опять возвращаемся к семье. Ну что ж, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что все ваши мероприятия пойдут на пользу, что все занятия останутся вот чисто теоретическими, а на практике все у нас будет хорошо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Евгений Вдовин, заместитель руководителя Управления гражданской защиты администрации городского округа Самара и Алексей Слезнев, заместитель руководителя Департамента образования администрации городского округа Самара. Будьте осторожны сами, берегите детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин